Угла узловой точки или узлового направления 9-9a мы повторяем эту операцию, повторяем этот процесс. Сюда пока что я ничего не записывал, только вот сюда. Сумма углов по третьему ходу, сумма углов по четвертому ходу и по пятому ходу. Вот это значение записывал от таблицы, и потом сюда записываем дирекционные углы исходного направления. Значит, вот эту сюда повторяем, t3, t4 и t5, t6 это дирекционный угол исходного направления по пятому ходу. Значит, сюда записывали, записываем, и потом сюда тоже записываем число углов. Можно узнать от чертежа, сюда записываем, повторяем вот этот процесс и находим, значит, p и p' значение весов, и потом находим окончательные дирекционные углы. Значит, дирекционный угол давайте сперва находим по четвертому ходу, пока что эту не троним, значит, по четвертому ходу, теперь сперва давайте посмотрим по четвертому, по пятому ходу, какие углы измерены. По четвертому ходу тоже измерены праволежащие углы, по пятому ходу, то есть леволежащие углы, по пятому ходу, тоже измерены леволежащие углы. Из-за этого используем первую формулу. Давайте сюда записывать. Значит, 281 плюс 838 получается. Получается Получается Понятно. Понятно. Тогда Тысяча девять. Потом 21 плюс 35 это получается 40, то есть 56. 56, 0,7 плюс 12 получается 20. вот это значение отнимаем здесь 5 у нас 5 деленное 180 будет 900 от 1119 отнимаем 900 219 по второму по пятому чисто 3 плюс 696 759 22 плюс 33 55 38 плюс 35 38 плюс 35 73 отнимаем 60 будет 13 сюда записываем 13 сюда 56 и и здесь смотрите число сторон число влог 3 3 умножаем на 180 будет 540 и 759 отнимаем 240 219 и вот нашли две значения теперь вот посмотрите они почти что одинаковые и теперь нахуй давайте записываем сюда это значение значит дирекционный угол исходного направления 3а3 у нас имеется потому что в первом таблице первой части этой таблицы мы нашли значению только дирекционный угол 33а нашли вот посмотрите значит по третьему ходу по третьему ходу то есть по первому и второму ходу мы нашли дирекционный угол 33а теперь мы определяем дирекционный угол девятой точке это и на в это направление по значит по третьему ходу по четвертому и по пятому ходу значит четвертому и пятому ходу мы уже нашли и теперь нахуй мы должны найти по третьему ходу чтобы найти по третьему ходу мы используем эту направлению это уже мы нашли но мы нашли дирекционный угол направлении 33а а мы должны здесь использовать 3а3 значит обратную дирекцию могут как назвать как называем значит просто этому значению прибавляем 180 будет 320 градусов минут и секунды не изменяется и 14 вот это значение записываем и используя теперь вот эту формула используем потому что обратите внимание здесь уже 9 а 9 нет здесь тоже от 3 тоже изменили леволежащую да использую эту форму значит 320 плюс 619 сколько 939 30 плюс 26 56 19 14 сколько будет у нас 33 будет вот 4 4 умножаем 180 сколько будет 720 939 отнимаем 720 получаем 219 вот вот теперь обратите внимание здесь у нас теперь 3 дирекционные углы 3 дирекционных углов какой из них мы мы значит используя весов мы должны найти среднем значении с помощью вот этой формы давайте это уберем давайте 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 пока что поставим дроп самое минимальное значение самое минимальное значение здесь у нас стоит 13 давайте сюда записываем 219 градусов 56 градусов 56 минут 13 секунд значит смотрите здесь чуть-чуть по-другому от максимального отнимаем минимальную от 33 отнимаем 13 15 сколько будет у нас у нас получается у нас получается 20 20 20 20 20 умножаем на 0 20 23 0 32 32 плюс плюс теперь от среднего отнимаем минимальную от среднего от 7 7 умножено 0 25 видите 0 целых 25 теперь от минимального тоже 1 минимально так как это будет равно 0 мы не будем записывать это значение и сюда записываем уже единицу потому что сумма этих трех значения равно единицы вот эту формула ров 4 здесь равно единицу и за разность равно сейчас посмотрим 20 умноженный 0 32 получается 6 и 4 7 умноженный 0 25 плюс 6 и 4 8 15 значит 8 15 плюс 13 вот так будет 219 56 и 21 будет у нас и вот сюда записываем это значение вот теперь мы нашли узловую точку 9 9а в первом приближении теперь приступаем к второму приближению второе приближение для дирекционного угла 3 3а так мы вот сюда значит теперь сюда это значение изменяется сюда записываем только секунды вот 17 10 и сут